В этом видео я расскажу, зачем тебе нужен 3D принтер. Всем привет, я Даша и на этом канале я рассказываю про моделизм. Когда-то наборы для сборки были настоящим дефицитом, а потом за ними приходилось идти в магазин. Потом наступила эра интернет-доставки, а сейчас нужную тебе модель можно будет распечатать у себя дома, даже не выходя на улицу. Но все ли так хорошо, давайте разбираться. А если ты любишь заниматься моделизмом по старинке, то для тебя есть интернет-магазин «Модельная лавка». Там всегда есть в наличии нужные и свежие новинки, постоянные акции, при помощи которых всегда можно купить модель выгоднее, чем у конкурентов. Для первого заказа используйте вот этот промокод и получите скидку в 200 рублей. А для последующих заказов используйте промокод «Даша» и у вас будет скидка в 10%. И как вы могли заметить из моих постов в социальных сетях, я стала обладательницей 3D принтера. И в моих видео стали появляться редкие модели, рожденные на 3D принтере. 3D печать – это новый тренд в моделизме. В выпусках новостей мира моделизма вы в последнее время могли заметить, что все больше и больше моделей изготавливают по этой технологии. И все больше и больше блогеров из сферы моделизма используют 3D печать в своем творчестве. Я решила в этом плане не отставать и тоже решила освоить новый для себя инструмент. Для начала немного теории. Существует два основных типа 3D принтеров, работающих на разных принципах. Первый – это FDM принтеры, от английского Fusing Deposition Modeling. В переводе это моделирование методом послойного наплавления. И они печатают расплавленным пластиком. Принцип очень прост. Пластиковая нить попадается в экструдер, где она плавится при определенных температурах в зависимости от используемого материала. И через маленькое сопло наносится слоями, формируя твердую 3D модель. Модели, напечатанные по этой технологии, получаются достаточно прочными. Например, на FDM принтерах можно печатать такие конструкционные элементы, как шестеренки или корпуса. Но у этих принтеров есть один главный недостаток для моделиста. При самом маленьком возможном разрешении слоя глазу будут заметны характерные ступеньки, артефакты печати. Это хорошо заметно, например, на модели Шаротанка, который я делала пару месяцев назад. Если с моделью Шаротанка за счет его футуристичности эти артефакты можно было бы и не заметить, но с фигурками это дело обстоит намного сложнее. Их придется очень долго обрабатывать, чтобы добиться хоть немного адекватного результата. Так что 3D принтеры типа FDM моделисту точно не подойдут. А теперь второй тип принтеров фотополимерный. Суть его уже в том, что деталь делается из смолы, то есть из жидкого материала. Смола затвердевает от направленных ультрафиолетовых лучей. Точность таких принтеров намного больше, чем у FDM. Их характерных артефактов в печати вы, по крайней мере, человеческим взглядом вряд ли увидите. Ну и прочность готовых изделий, кстати, невелика, по крайней мере, если использовать доступные смолы. Так что выбор для моделиста это однозначно фотополимерный принтер. Собственно, это и он. В последнее время их стоимость заметно снизилась, и они стали доступны людям с не самым высоким достатком. Например, именно мой образец, Куди Шэдоу, в магазине Лидер 3D, стоит чуть менее 18 тысяч рублей. И думаю, для таких крутых вещей это действительно не так уж и много. Кстати, по промокоду DashaModels, у вас будет скидка в 12% на все фотополимеры. То есть смолу для этого типа принтеров. Лидер 3D это не просто магазин 3D принтеров и комплектующих к ним, но и большой склад с оборудованием и материалами. Большую часть товара всегда есть в наличии. Также у них есть свое производство пластиков для 3D печати, быстрая обработка заказов и доставка по всей России. А если вы не хотите обзаводиться принтером, то Лидер 3D выполняет услуги по 3D печати, 3D сканированию и 3D моделированию. Также заходите на их социальные сети, ссылочка будет в описании. Там они публикуют новости о мире 3D и проводят розыгрыши. До работы с этим 3D принтером я уже сталкивалась с изделиями на них напечатанными. Так как я уже упомянула, это была модель советского шаротанка, выполненного по технологии FDM печати. И дополнение, кстати, бренда Neo от Arma Models, это тоже 3D печать на фотополимерном 3D принтере. Причем детали, сделанные таким принтером, получаются точнее и тоньше своих аналогов, например, выполненных из фототравления. И обрабатывать их намного легче. А помните коров и четких пацанов из недавнего видео про диораму? Вот оно, кстати, переходите. Там они тоже напечатаны на фотополимерном 3D принтере. Так что будущее моделизма за 3D печатью. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Давайте поговорим о сложностях. И первое, это, конечно, бесплатные модели в интернете почти нет. Ну, их очень мало. Есть, конечно, и платные. Платные, соответственно, выполнены на очень высоком уровне и с хорошей проработкой деталей. Но и стоимость в переводе на рубли выходит не очень приятной. И порой проще купить все-таки набор для сборки. А вам надо еще и напечатать эту модель. И смола тоже стоит каких-то денег. Но есть и движение в плане улучшения ситуации. 3D печать становится все популярнее, а смолы производятся все больше и больше. То есть появляется все больше и больше фирм-производителей смол. Например, мне очень понравилась фирма отечественная Горький Ликвид. У них, на мой взгляд, получилась очень качественная смола, чем у конкурентов, например. И есть у нее небольшой минус. Это не самая удобная упаковка. Особенно это сказывается, когда ты выливаешь туда остатки фотополимера, когда печать закончена, а материал остался. Так что помимо приобретения 3D принтера, советую обучиться еще и 3D моделированию. Тут отлично бы подошла рекламная интеграция в образовательных платформах, но увы. Имея 3D принтер и умея в 3D моделирование, вы сможете создавать буквально из ничего все, что вы захотите. Разве это не чудо? Это прям режим бога. Но повторюсь, обзавестись принтером можно и не умея моделировать. Вот я, например, планирую научиться компьютерному моделированию в процессе. Хотя в институте меня совсем немного учили моделированию, и я даже умею тянуть бабушку. Лайки, если ты знаешь, что это такое. Но обзавестись только одним 3D принтером вам будет недостаточно. Чтобы полноценно напечатать свои первые модели, вам нужна будет смола. Кстати, ее расход не сильно большой, если грамотно подготовить модель к печати. Например, классно получится сэкономить, если делать модель пустотелой. Также вам потребуется еще и спирт. И это второй расходник наравне со смолой. Спирта вам потребуется очень много. И не для того, чтобы отмечать каждую напечатанную фигурку, а чтобы отмывать детали принтера от смолы и промывать распечатанные модели. После печати на изделиях остаются следы смолы. Кстати, некоторые виды фотополимеров, кстати, можно и отмыть обычной водой. Но я еще в этом направлении не экспериментировала. Также вам еще потребуются салфетки. И очень много салфеток. Ведь вам придется много драить свой принтер. Помните, как говорил Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Частота продукта зависит от частоты ингредиентов и оборудования. Ну, собственно, после печати модели нужно дать ей немножко затвердеть, чтобы придать большей прочности. И для этого можно воспользоваться обычным солнцем. Ведь солнечный свет, помимо тепла и, собственно, света, несет ультрафиолетовые лучи, под действием которых и фотополимер затвердевает. Но, увы, большую часть года я живу в Москве, где мало солнечных дней. Так что, как и мне, и как и черепахам, придется обзавестись ультрафиолетовой лампой. И я задумываюсь еще всерьез купить специальную станцию для постобработки моделей. Мне получится лучше отмывать свои модели от излишков фотополимера и отлично просвечивать самые потаенные уголки модели. Следующий вопрос, насколько же он воняет. Но перед тем, как обзавестись 3D принтеров, я начитала много статей, где говорилось, что во время работы стоит невыносимый запах. И при первой печати я даже запаслась противогазом, но, как оказалось, во время работы он почти не пахнет. Смола, конечно, имеет запах, но он примерно такой же, как когда вы красите аэрографом при помощи акриловых красок. То есть запах есть, но он едва уловим. Может, так дело обстоит именно с моей моделью, ведь у него есть два угольных фильтра, которые и задерживают запах. Также принтер именно моего вида почти бесшумный. Шумит он примерно как работающий компьютер. Звук есть, но он не напрягает. Единственное, что напрягает, это звук, когда он заканчивает работать. Он начинает мерзко пищать. Один раз я оставила принтер печатать на ночь, и примерно под утро он весело разбудил меня своим противным пикающим звуком. У принтера есть, конечно же, и ограничения. Это площадь его рабочей поверхности. Она небольшая, и это ограничивает размер модели, которую вы можете напечатать. Но есть лайфхак. Модель можно разместить по диагонали, и принтеры с большей площадью печати, как можно догадаться, и стоят дороже. Так что решать вам, насколько площадь печати будет удовлетворять вашим творческим запросам. Сложно ли начать работу с 3D принтером? По правде говоря, я очень боялась первого сеанса печати. Для начала принтер надо было откалибровать, то есть задать нулевую точку. Но на флешке, которая шла вместе с принтером, была видеоинструкция, где китайцы со старательным акцентом на английском подробно показывали, как это делается, и я просто шаг за шагом все за ними повторяла. И это оказалось проще, чем выглядело на первый взгляд. Сложно ли подготовить цифровую модель к печати? Тоже большой вопрос, и оказалось, что это тоже нет. Ведь на той же флешке китайцы записали специальную программу Slicer, и с ее помощью любой STL-файл можно автоматически разбить на слои, сделать модель полой, расставить характерные поддержки. Главное, с ними не переборщить. А то, как получилось в моем первом эксперименте, это оказалось не очень удачно, делать их очень много. Можно, кстати, в этой программе и покрутить модель, и промасштабировать, и сделать вообще все, что вы захотите. Но не создать модель из нуля. Эта программа очень проста в работе. Если вы освоили Word или Excel, то со слайсером у вас проблем точно не возникнет. Потом я уже приступила к самой печати. У меня было несколько экспериментов, подробнее о них я оставлю в следующее видео. И там есть о чем рассказать, и я скажу заранее, что модель у меня напечаталась не с первого раза. Надеюсь, я вас заразила вирусом 3D-печати. Напишите в комментариях, насколько, по вашему мнению, эта технология перспективна в моделизме. Будем ли мы в скором времени вместо коробочек с ледниками покупать файлы с моделями, или еще эта технология не скоро будет возможно превратиться в жизнь? Давайте подписываться на мой канал также, и переходите еще на мой второй канал «Даша Техник». Там я показываю настоящие боевые машины и рассказываю их историю и жизненный путь, а также провожу экскурсии по техническим музеям. Так что увидимся на следующем видео, на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока. И спасибо, что вы смотрите все мои видео до конца. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!